Алиса Подхватилина яркая, талантливая, неординарная ученица школы номер 13. Она любит быть в центре событий, посещает медиашколу, сама ведет блоги в интернете и успешно участвует в Олимпиадах. Сегодня Алиса в числе награжденных. Она дважды становилась победителем по МХК и один раз по обществознанию. Девушка горда держит заслуженный диплом. Она уверена, что это лишь ее первые успехи. Когда ты разносторонний человек, у тебя есть много друзей из разных сфер общественной деятельности. У меня есть друзья из сферы спорта, из сферы учебы. Для меня это наиболее интересно и познавательно, что есть такие люди, с которыми можно общаться любые темы. Ее одногодка только из школы-лицея номер 21 «Эрудит» тоже разносторонне развитая личность. Мария Сидельникова очень любит литературу и все свободное время отдает чтению книг. Мне нравится читать, изучать что-то новое, ну, сама литература. Достоевский, Булгаков, Вермонтов, мне очень нравится Гоголь. Ну, больше классики русской нравится. Если измерять в городском масштабе, то всего по школам Полевского можно насчитать 185 победителей и призеров Олимпиад муниципального уровня. Сегодня награждают только тех, кто стал лучшим больше трех раз. Чтобы достичь такого результата, приходится прикладывать очень много сил и стараний. Это как раз те дети, которым все сложные интеллектуальные задания оказались по плечу. Многие из этих ребят участвовали в региональном уже этапе Всероссийской Олимпиады школьников. Тоже есть их значительные результаты. И это доставляет особую гордость, что в нашем городе такая талантливая молодежь. Контроль за проведением всех этапов Олимпиад муниципального уровня лег на плечи работников Центра развития творчества имени Павла Петровича Бажова. Они стали свидетелями того, как дети четко и умело идут к своей цели. Когда они занимаются тем делом, тем предметом, который им нравится, это совершенно, конечно, другие глаза. Они горят, им интересно. Они даже аплодируют себе, когда у них что-то получается. Олимпиада – это не обязанность школьника, больше для души и саморазвития. И главным помощником здесь является наставник-педагог, кто вовремя разглядит талант к тому или иному предмету и поможет подготовиться. Это восторг от того, что дети достигают таких результатов. Это восторг от того, что учителя работают так, что дети могут показывать такие результаты. Поэтому здесь мы сегодня встречаем и учителей, и детей, которые действительно имеют результаты и на уровне города, причем достаточно значимые результаты, и даже на уровне области. В этом году очень четко отчислен, так сказать, год педагога-наставника. И вот здесь можно добавить к словам, что каждый педагог в данном мероприятии, в данном деле, к данному результату, он никто иной, как наставник. Конечно же, только вдвоем, только вместе, с родителями вместе, конечно, можно добиться высоких результатов. Эти ребята-звездочки, целеустремленные, смелые. Они покоряют вершины и знают, что результат их труда будет обязательно отмечен. Ольга Демьянец, Сергей Чижов, Новости 11 канала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...